Я сегодня утром смотрел Евроньюз, который уделил очень много места пресловутому Бреюку, который пару лет тому назад устроил бойню на какого-то молодежной засовке в Норвегии. Бреюк при этом открыто и честно объяснил, что сделал он это, потому что он считает, что современное либеральное общество не имеет будущего, и он хотел его всколыхнуть. Отмечу, что абсолютно аналогичную задачу в некотором смысле решает Сноуден, который пытается всколыхнуть это общество с другой стороны. То есть, если Бреюк пытался общество ужаснуть, Сноуден пытается объяснить, что либеральные реформы, точнее сказать, те, кто их проводит, ведут к нарушению либеральных уже принципов свободы для каждого индивидуального человека. Как понятно, никакой свободы быть не может, когда вы находитесь под тотальным контролем. Это очень любопытная ситуация, то есть два человека с разных сторон на самом деле пытаются сделать одну и ту же вещь. Так вот, мне кажется, что сделать они это не смогут. Вот эти ребята совершали принципиальнейшую ошибку, которая состоит в том, что они пытались и пытаются бороться с либеральным обществом либеральными же методами. Это безнадежно, потому что либеральное общество целенаправленно делает так, чтобы выиграть у него было невозможно ли по либеральными методами. В результате они делают локальную сенсацию, которую СМИ выхолощивают. И сегодня мы читаем в прессе лишь две вещи, что Бреюк это предатель, который выдал государственные секреты Соединенных Штатов Америки. Не Бреюк, это Сноуден. И вопрос о том, где он получит политическое убежище, где он обоснуется. Все. Почему он это сделал, почему тотальная прослушка неправильна, что нужно делать для того, чтобы спецслужбы перестали заниматься тотальной прослушкой. Это все не обсуждается.